Всем привет! В сегодняшнем видео я вам покажу. Не пойму, почему мне камера придает какой-то землянистый цвет лица, как будто я бледная, как поганка. На самом деле у меня и макияж достаточно такой красивый, но мне самой, по крайней мере, нравится и цвет лица, то он прям такой вот здоровый. Камера, не знаю, но она сама вот делает настройки, какие хочет. В сегодняшнем видео я покажу вам покупки, которые я сделала по... Ну, неважно, какому каталогу, это мои личные покупки, поэтому здесь может быть абсолютно сборная солянка. Здесь будут и новинки по восьмому каталогу, ну и то, что у нас появилось давно в компании, то, что я уже пробовала или то, что я купила только-только. Меня часто под видео спрашивают, какой помадой я накрашена. Очень часто бывает, что не совпадает моя цветопередача с вашей. Ну, то есть у меня может быть один тон, а вообще у вас на экране будет совершенно другой. И я снимаю видео, бывает такое с оттяжкой, там, чуть ли не в две недели, поэтому, когда меня спрашивают, какой-то помадой была накрасилась, ну, честно, я не помню, я не помню, какой я вчера была накрашена помада, не говоря уже о том, что... Помните вот именно сегодняшнюю двухнедельную съемку. Ну, сейчас, в данный момент, у меня помада на губах 41045, это из серии 100% объема и цвета. У меня-то много таких вот помадок, она обычная, нюдовая, и я, как правило, ее наношу, когда сильно выделяю глаза, то губы стараюсь более светлым оттенком. Это, наверное, последнее на сегодняшний день мое видео будет, потому что день выдался очень такой насыщенный, концентрированный, и я просто-напросто устала. Я уже с ног валюсь, он начался еще с 8 часов, уже время 6, а я до сих пор еще даже и не присела, не прилегла. Сейчас смотрю Викторию Боню, она очень часто трансляции в последнее время делает, но я так иногда слежу за ее жизнью. Так вот, я немножко даже позавидовала, никогда не завидую, а это позавидовала тому, что она не тратит время на уборку и на готовку. То есть, она захотела покушать, ходила куда-то в кафе, в ресторан, у нее убираются, потому что это тоже много вообще у женщины занимает времени. Если есть у кого-то вообще возможность передать вот это вот все человеку, помощнику, то это колоссальное количество высвобождает времени, которое можно было бы потратить потом на себя, либо просто на свое какое-то хобби увлечение. Я с удовольствием, но пока как бы я справляюсь, у меня однокомнатная квартира, но единственное, я готовлю очень часто. Вообще, это не тема первого канала, обычно я об этом на втором канале говорю, но что-то как-то мысли такие в головы лезут, хочется с кем-то поделиться. Вообще, опять же, по психологии девушка должна выговаривать свой словарный запас, учитывая, что я, наверное, его сегодня не выговорила и мне некому это сделать уже будет сегодня, поэтому приходится вот включить камеру, чтобы выговориться. По-моему, это у нас то ли 30 тысяч слов в день, то ли 3 тысячи слов, ну, приличное количество. Ладно, к покупкам перейдем. Кстати, да, я прям так по-доброму завидую, у кого есть вот возможность, девчонки, нанять кого-то, чтобы у вас было больше свободного времени, вот только за. Просто иногда вот пишут в комментариях блогеров других, смотрю, что вот, там сама ничего не делает, к ней приходит помощник. Мне кажется, это каждый был бы за счастье и это нотки зависти. Так, приступим. Это ирис и папоротник или ирис и папоротник, гель для душа. Впервые его беру, хотя линейка появилась недавно. Хотела вам еще сегодня снять, я купила много нижнего белья, которое мне, кстати, ни одно не подошло, то есть мне редко без галтера подходит Фаберлик, к большому моему сожалению. Потому что там модельки хорошие и качество мне белья нравится, но единица, которая вот именно подходит на мою грудь. Ну, я буду об этом рассказывать в видео уже. Пахнет, как он пахнет? Больше, наверное, ирисом пахнет. Это крем-гель для душа. Я очень люблю кремогелевые, кремовые гели, потому что, потому что они щадяще воздействуют на кожу. Они более мягкие, скажем так, ну, очень ярко выраженные ароматы. Если вам не нравятся сильные отдушки, то лучше не берите, потому что очень-очень сильные. Я забыла, как ирис пахнет, но запах концентрированный. Тут же у меня есть жидкое мыло, потому что из этой же самой линейки заканчивается у меня сейчас солнечная облепиха и вишневый конфитюр. Потом мыло кусковое из этой же самой серии. Я обычно носочки и нижнее белье стираю. Наконец-то у нас мы так этого ждали, по крайней мере, я очень ждала, когда появится у нас нормальная подводка. Потому что все эти жидкие, которые у нас были, они мне не подходят, потому что им нужно приспособиться, чтобы накрасить века. И до жидких подводок у нас всегда была водостойкая серия, водостойкая подводка в виде фломастера, который отлично рисует линию. Даже самый криворукий человек сможет... Видите, я даже в камеру, не глядя, могу нормальную линию поставить, особо не смотрясь. Даже вот смотрите, нажимаете, не бойтесь нажимать, как я потом это смывать буду. У меня и так руки после принтера все черные. Видите, какие она идеальные линии вообще рисует. Это любимейшая подводка, уже у нас была точно такая же до жидких подводок. Все были в восторге, когда она исчезла. И вот точно такая же аналогичная подводка была один в один. Вот сейчас они могут отличаться. До этого была в Лориале один в один подводка, только в Лориале она стоила 400 рублей. Алиса, по-моему, Блэк снимала видео разницы между нашей Фаберличной, которая стоила 200 рублей, и между подводкой с Лориале, по-моему, точно врать не буду, которая стоила 400 рублей. У нас даже упаковка была один в один, стик один в один. Ну, то есть, вот идентичная. Потому что у нас вообще... Меня часто спрашивают, где компания Фаберлик делает свою продукцию, производит. Вообще в разных местах. Я могу вам сказать, например, парфюм совместно в разработке с французскими парфюмерами. Уходовые средства. У нас есть своя собственная фабрика, огромнейшая просто, в Подмосковье. И там делается уход за лицом. Причем у нас есть собственная лаборатория, где, опять же, совместно с различными учеными, с учеными других стран, мы разрабатываем формулы кремов. Кремов и уходовых средств. Декоративка производится на тех же самых заводах в Германии, во Франции, в которых производит Шанель, то есть, конвейер один и тот же. То есть, Шанель сам не делает, он не имеет своего... Ну, может быть, имеет производство, я, опять же, врать не буду. Но он также заказывает производство той или иной продукции на определенных заводах, фабриках, которые на этом специализируются. И вот, например, подводка у нас была аналогичная, один в один с лориалевской. Только разница была огромнейшая в цене. То есть, два раза она стоила. Вот эта подводка к нам вернулась. И вот, ну, все говорят, что вот мы ее закажем. Потому что, на самом деле, лучше этой подводки я еще не встречала. На самом деле, хорошо держит линию. И даже летом, то есть, не растекается контур. Ну, у кого жирная кожа, возможно, будут какие-то сложности. А так, в целом, ну, вообще идеальная, на мой взгляд. И даже если вы не умеете рисовать стрелки, вам это не составит особого труда с ней. Только единственное, хорошо ее нужно будет закрывать. И, по-моему, как-то ее класть нужно будет. То ли вот так, то ли вот так. Вот, не помню, чтобы она не вытекала. Но она у меня лежала по-всякому, по идее. Я не знаю, успела она подсохнуть или нет. Вот, видите, она не стирается. Она еще недостаточно высохла у меня. То есть, все, нарисовали, впиталось и можете ходить смело. И в сегодняшнем видео я также покажу вам новинки восьмого каталога. Это три вот таких вот карандашика я себе оставила. Зеленый карандаш. Причем, я, знаете, ожидала, что он будет цвета морской волны. Потому что у него сам вот этот верх похож как-то на морскую волну был в каталоге. Я почему-то предполагала, что он таким и будет. Это не совсем хамелеон, потому что хамелеон под преломлением света по-разному отражается. То есть, разные оттенки дает. Вот здесь же все-таки вот зеленый и зеленый. Но они перламутровые. А черный он содержит в себе вкрапления, так как сам по себе черный, наверное, сложно сделать перламутровым, он содержит вкрапления блестящих частичек. Кстати, хорошо сейчас вот, несмотря на то, что... Видите, черный он содержит вкрапления перламутровых частичек, а коричневый и зеленый сами себе просто металлические. Сами по себе перламутровые. Ну, коричневый, наверное, не такой. Более приглушенный у него металлик. И тоже содержит, кстати, перламутровые частички. Я сегодня полностью выполнила макияж с помощью этих трех карандашей. То есть, сверху я нанесла коричневый, вот здесь вот. Уголок я сделала черным. Водную линию я тоже сделала слизистую черным. И несмотря на то, что там есть перламутровые частички, я носитель линз, и у меня никакого нет дискомфорта в глазах. То есть, у меня не чешется линза там, ничего ей не мешает. А вот здесь вот внизу, вот так вот, под нижними ресничками, прям впритык, я вот к росту ресничек подвела зеленым карандашом. Ну, просто сегодня решила поэкспериментировать. Они карандаши, вот плюс этих карандашей в том, что они очень мягкие, грифель. Я давно хотела себе такие карандашки, потому что все те, которые у нас были предыдущие, но я не все, правда, пробовала, но, по крайней мере, те, которые я пробовала, они очень жесткие были. И очень сложно нарисовать было линию, и я поэтому не пользовалась карандашами, потому что мы, когда рисуем, все равно мы растягиваем века. А веки у меня самая проблематичная зона. И мне нужно что-то более мягкое, чтобы я вот не прилагала никаких усилий, не тянула, не дергала глаз, чтобы у меня хорошо оставался цвет. Вот эти вот карандаши отлично наносятся, то есть у них очень-очень мягко. Черный карандаш, так это вообще такое ощущение, как будто я рисую, и как будто он тает на руке. Тут я вообще не касаюсь, вот видите, не касаюсь, а линию он все равно оставляет. То есть отличные карандаши по качеству, по мягкости своей. Но в этом же есть свой минус, потому что обладательницам жирной кожи, он навряд ли подойдет. Либо очень хорошо нужно будет припудрить века, потому что у вас будет выделяться кожное сало, и карандаш будет растекаться. Даже вот я сегодня поносила его буквально, накрасилась я в час, сейчас время 6, и у меня внизу черненько оставалось, то есть мне приходилось периодически подтирать внизу. То есть они не то чтобы отпечатываются, но как-то сползают вниз, вот за счет своей мягкости. То есть все равно в любом случае, это не косяк, скажем так, этих карандашей, а в любом случае вам придется выбирать. Либо мягкий грифель у карандаша, либо стойкость карандаша, потому что не можно, ну это либо, ну я не знаю, я не пробовала такие, по крайней мере, карандаши, которые с мягкий грифель, потом подсыхают они, и они стойкими какими-то становятся. Обычно с мягким грифелем они потом расползают у вас по глазам. Но тем не менее, я бы не сказала, немножко съедается он, то есть не так четко. Я прям четко нарисовала коричневую линию, черную, зеленую. И очень даже хорошо, что у меня через какое-то время цвет съелся, потому что когда это все без растушевки, то это смотрится не совсем хорошо. То есть это очень графично как-то, и, ну по крайней мере, мне так не нравится. Мне нравится, когда вот эти вот все цвета, они расплылись, заплыли друг на друга, и по-другому взгляд выглядит. Даже выражение глаз по-другому выглядит. Ну не нравится мне, сильно графичные. Вот. И в то же время оттенок остается. То есть вроде бы расплылся, но я вижу, что наверху у меня коричневый, в уголках черный, а внизу у меня зеленый оттенок. Зеленый оттенок, кстати, я взяла к тем платьишкам, которые я заказала зеленого цвета. Ну как, ну, единственного. Одно платье взяла, к нему целый карандаш купила. Вот. Ну не значит, в последнее время мне нравится зеленый цвет, и вот изумрудный мне цвет нравится, и я бы хотела сумку даже себе заказать зеленого цвета. Я в полном восторге. От этих карандашей, несмотря на то, что они немножко сползают, потом в течение дня немножко размазываются. Но я вообще в восторге от мягкого грифеля и вот от оттенков. Зеленый, еще раз повторюсь, он такой металлический, перламутровый, без вкрапления частичек. Коричневый, чуть менее металлизированный. Вот фиолетовый, кстати, вообще не металлизированный. И чуть-чуть есть металлические частички. А вот черный, получается, тут очень много металлических частичек. Но, тем не менее, они не создают дискомфорта даже для тех девушек, которые носят линзы. И еще одна моя покупка. Это Коэнзим Q10 от Фаберлик, в составе которого содержится масло Линоя. Ну, конечно, вот для полной, по полной цене его брать, то ли он 799 рублей стоит. Масло Линоя не такое дорогое. Почему сам вот этот дорогой продукт, я не знаю. Это, скажем так, продукт для питания организма, для поддержания организма и его жизненных сил. Ну, как хотите, называйте БАДы. Но если вы БАДом назовете, то проконсультируйтесь с врачом перед применением. Здесь ничего такого нет. Льняное масло в аптеках продается и без, скажем так, без рецепта. Потом желатиновая самокапсула, масло зародыша пшеницы, Коэнзим Q10 и витамин Е. В принципе, это сильнейший, женский комплекс. Потому что льняное масло восстанавливает даже гормональный фон. Вы можете о льняной каше, вот о Леоне, почитать вообще в интернете. Очень много о нем написано. И характерно то, что отлично вообще подходит именно для женского здоровья, для гормонального фона, для восстановления там жизненных сил и так далее. Масло зародыша пшеницы, Коэнзим Q10, это витамин молодости, витамин Е, это тоже женский витамин. Сейчас готовлюсь, я к антипаразитарной программе, поэтому я закупаюсь витаминчиками. Мне это все будет необходимо. И еще трусики я взяла. Я тогда вам уже показывала в отдельном видео, когда брала полностью белье. У меня сейчас белье, кстати, есть, которое я тоже купила вроде бы себе. Я хотела в личных покупках показать, но понимаю, что оно мне не подходит. То есть я не хочу покупать белье, которое мне надо будет там перешивать, и которое не идеально на мне сидит. Надеюсь, что в Фоберлик появится что-то другое. А это я трусики еще раз перезаказала, потому что я взяла, потом их вернула, потом решила, что все-таки они мне нужны. Это трусики к бюстгальтеру, потому что трудно подобрать. Значит, для трусиков, я не знаю, вот я Юльке говорю, она говорит, нет, что нормально, это дешево. Мне кажется, для трусиков, которые стоят там 700 рублей, я сравниваю с бюстгальтером. То есть бюстгальтер стоит 1000, и трусики стоят 800 рублей. Бюстгальтер шить, мне там косточки, нужно форму создать, и трусики, где всего лишь там две части. Первая, вторая, и вот нашить кружево. Ну, то есть дороговато. Но так как, учитывая я со скидкой, беру 70%, они мне, естественно, получили значительно дешевле. И не нужно подбирать, то есть это все идет уже комплектом. У меня есть бюстгальтер, я точно такой же заказывала себе. Решила и заказать к нему и трусики. Взяла размер S, мне они подходят. Да, и S, потому что XS там не было. И классное качество. Вот такой, знаете, цвет интересный. И не голубой, вот даже ближе, наверное, к васильковому, светло-васильковый оттенок. Вот там голубой пудровый написано, но светло-голубой пудровый, но нет, больше, вот говорю, какой-то васильковый такой цвет. Приятный, очень красивый. На лето самое то. Ну, вот и все, наверное. До новых встреч на моем канале. Кстати, кто не зарегистрирован, ссылку для регистрации. Кто хочет покупать всю продукцию, которую я заказала со скидкой 20%, я оставлю внизу в инфобоксе к этому видео. Переходите, заполняйте форму, там ничего сложного нет. Регистрация, кстати, ни к чему не обязывает. Вы можете просто заказывать для себя со скидкой. Это как если бы вы делали заказ в обычном интернет-магазине. Только у вас в интернет-магазине нет скидки, а в этом магазине у вас будет скидка 20%. Указывайте пункт выдачи. Если вы проживаете в селе, то можно сделать заказ на почтовое отделение. Вот, так что присоединяйтесь в компанию Фоберлик. Регистрируйтесь, заполняйте форму, которая внизу в инфобоксе к этому видео. Если вам понравилось это видео, ставьте лайк, подписывайтесь на канал и до новых встреч. Всем пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok